ТОП-8 мифов о вакцинации от COVID-19 Когда на мир грянула пандемия коронавируса и были в срочном порядке разработаны вакцины, настало золотое время для очередных мифов от антипрививочников. Поэтому сегодня мы поговорим об основных ошибках и разберемся, что из этого правда, а что вымысел. Миф первый. Вакцинация ведет к серьезным осложнениям. Реакция организма на прививку индивидуальна. У кого-то после прививки нет никаких симптомов, у некоторых же появляется легкое недомогание и повышается температура. Но все симптомы кратковременные, и они не несут серьезной опасности. Если вы их опасаетесь, подумайте, что может сделать с вами реальная болезнь, если прививка вызвала облегченные симптомы. Миф второй. Вакцинация приводит к бесплодию и онкологии. Достоверно известно, что никакая прививка не может стать причиной бесплодия, как минимум потому, что компоненты вакцины не попадают в половые клетки. Что же касается рака, то это один из самых распространенных мифов. Он основан на мысли, что вакцина встраивается в ДНК человека, повреждая гены. Вакцины от ковида опасаться не стоит, она вообще никак не касается ДНК. Миф третий. У привитых людей повышается заразность. Это невозможно как минимум потому, что в вакцине отсутствует живой вирус. Его активность настолько ослаблена, что он попросту не в состоянии размножаться до околоопасных значений. Опасность же заключается в другом. Нередко привитые люди расслабляются и снижают требования к защите себя и окружающих. А это ошибка. Миф четвертый. Переболеть ковидом более эффективно для иммунитета, чем сделать прививку. Это суждение в корне неверно, так как люди по-разному переносят одни и те же болезни. Один человек может и не заметить недуг, другой, переболев, станет инвалидом, а кто-то в борьбе с болезнью и вовсе может умереть. Никто не знает, кому повезет переболеть без проблем. Так может лучше не рисковать и привиться? Миф пятый. Вакцина способствует мутации генов. Как мы уже говорили раньше, вакцина не встраивается в ДНК. Вообще никак. При разработке и исследовании препаратов исключается даже минимальная возможность этого. Миф шестой. Вакцинация – это чипирование с целью массового контроля. Это настолько бредовая мысль, что как-то даже неловко говорить ее вслух. Тем не менее, огромное количество людей, в том числе медийных, стали адептами этого абсолютно антинаучного предположения. Любые попытки призвать к здравому смыслу оцениваются как оправдание. Как бы то ни было, ни одна вакцина не содержит ни чипов, ни чего-то хотя бы похожего на них. Это невозможно физически. Миф седьмой. Прививаться нет смысла, так как вакцина не дает стопроцентной гарантии. Ситуация такова, что не существует в принципе никакой терапии, которая давала бы абсолютную гарантию. Вакцинированный человек может переболеть в легкой форме, это нормально. Но тяжелого протекания болезни с огромной вероятностью не будет. Миф восьмой. Российская вакцина «Спутник Ви» оказывает плохое воздействие на нервную систему. Это не миф, но тем не менее, тоже ошибочное мнение. По заявлению врачей, у пациентов старше 65 лет тщательно отслеживаются побочные эффекты когнитивного характера. И пока что таковых не наблюдается. Спасибо за просмотр! Если вам было интересно, ставьте лайки и поделитесь этим видео с друзьями.